Это не прогнозы, это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный». Хочу попросить вас подписываться на наш канал. Посмотрели аналитику, очень много людей смотрит нас без подписки, что очень хорошо, я всегда в этом говорю. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Но еще не забывайте подписываться. И, конечно же, распространите это видео на своих соцсетях. Где-то там у каждого свои соцсети. Кто-то в Фейсбуке, кто в ВКонтакте. Одноклассники, может, даже используют какие-то другие сети. Пожалуйста, это всегда будет хорошо для продвижения нашего видео. И сегодня, в продолжение темы, которую я начал недавно, хочу порассуждать с вами. Я частично в одном материале затронул эту тему. Это пророческая тема. Я думаю, просто члены церкви, если вы смотрите, даже пасторам с вами киньте это видео, пусть тоже порассуждают. Хочу сегодня порассуждать с вами, помыслить о пророчествах, которые есть записаны в Слове Божьем. Тем более, мне столько вопросов приходит. А что вы думаете, вот есть ли пророчества на эту тему, записаны ли они? Или, может, какие-то пророческие слова еще были даны? Все пророчества записаны в Слове Божьем. 24-я глава Матфея. Вот, я недавно сам ее читал, разбирал, проповедовал. И книга, наверное, Откровение, 6-я глава, Всадники Апокалипсиса. Давайте посмотрим на эти темы. Я читать, цитировать не буду. Сами посмотрите. С первой главы, когда ученики спрашивают, какие признаки своего пришествия. Причем греческое слово, которое употреблено там по Руси, это не просто как пришествие, а как вот такое торжественное, что-то такое, процессе, которое входит, как объясняют теологи. Вот, это вот такое греческое слово употреблено здесь. То есть, это шло, может, даже о первом пришествии, когда будет установлено твое мессианское царство. Но ученики думали по-своему, как и мы сегодня по-своему многие думаем. Я коснулся этой темы в одном из последних видео. Тема всадников и тема последних времен, того, что нас ждет. Вот, порассуждаем, давайте. И как это все развивается. Мы знаем, что сначала идут болезни, моры, глады, дальше болезни, потом идет война, потом идет голод. Вот, разные цветами обозначены, кони и всадники сами, которые несут эти обустошения на землю. Вот. И последний смерть, за который следует и ад еще забирает свои души. Вот. И мне кажется, мы живем в похожие времена. Я еще тогда оговорился. Дай бог, чтобы я оказался неправ. Но я хочу порассуждать сегодня вместе с вами на эту тему. Посмотрите. Давайте вернемся к истории. Вот не к сегодняшнему дню, да? Не к военным действиям, которые происходят. Попробуем сопоставить со столетней давностью историей. Что происходило сто лет назад. Все так же начиналось сначала. Мир был погружен в эпидемию. Испанка известная. Которая унесла тысячи тысячи жизней по всей Европе. И дальше в континенты ушла. Тоже быстро очень распространялась. Люди тоже не знали, что делать. Видео будет не длинным. Просто потом пишите комментарии. Давайте пообсуждаем. И у нас в телеграм-канале «На взгляд с небесной». И здесь тоже под видео. Вот ковид этот в 19-м году начался. Быстро-быстро пересек все границы. Мыслимые, немыслимые. Границы стран, границы городов и континентов. Потом уже распространился по всему лицу Земли. Вот. И после Испанки пришла Первая мировая война. Неожиданно. С убийства одного экс-герцога. То, что произошло там в Сербии или в Югославии. Как кто понимает историю уже бывшую. Сербское государство. Там все это произошло. Началась вот эта война между империями. Одна на другое. Сейчас это тоже очень похоже на все события. Как мы уже видим. Все меньше и меньше стран, которые поддерживают нас. Нашу страну, Российскую Федерацию. Говорят, что в коалиции против России объединилось уже даже больше стран, чем в свое время против гитлеровской Германии объединилось. Уже на несколько стран больше. А стран, которые осуждают военную агрессию, как они называют Российской Федерации против независимой Украины, все больше и больше и больше вообще во всем мире. Я слушал выступление недавно. ВУЗ он называется. Как он называется? Суд-то этот. Уголовный суд ООН тоже. И когда наш министр Лавров заявил, что мы не признаем, что это все клоунадо. А тогда что мы признаем? Что мы и ООН скоро не признаем. Хотя сами были из числа организаторов, организации объединенных наций наравне с Украиной и с Белоруссией. Тоже они подписывали этот документ. Тогда и такую игру делал Сталин. Вот. Ладно. В общем, второе – это война. После эпидемии. Вот испанку я параллель провожу с ковидом двухлетним, с трехлетним. А потом вот эти военные события, которые оказались сейчас за три, за пять дней, все завершим уже семь-восемь месяцев. Все не завершается. И все больше и больше. Градус накаляется. Уже заговорили о ядерных ударах. Вот. После всего этого, если касаться России, была революция после этой войны. Первой мировой войны у нас. И после всего пришел голод. Мы знаем голод, который опустился на всю Землю. После него пошли и в США были, и по всей Европе проблемы с безработицей, и Великой депрессией по всей Земле наступила. Вот. Что будет сегодня? Я вот записываю это видео, чтобы мы порассуждали. А что нас с вами ждет? А что? Если есть какая-то цикличность в этих процессах, да, 100-летней давности, вот пророчески, если смотреть на это, первое и второе, вот уже близки к своему завершению, к своему исполнению. Следующий пойдет голод, о котором говорили, кстати, все лето, что африканские страны их накроют голод. И много по лицу земли, что очень многое, оказалось, зависит от Украины, от ее поставок зерна, и от России тоже. Зерно – это сельское хозяйство, да, там и удобрения нужны, и еще что-то нужно. В общем, оказалось, очень-очень большой, большие проблемы именно возникают из-за того, что сейчас происходит между Украиной и Россией. Вот. Если это будет третий всадник, да, голод выпущен, то что ждать нам в России? И как это предотвратить? Давайте думать, вот, не как мирские люди, не как люди, которые думают сейчас о политике, о чем-то другом. Давайте поразмышляем об этом, как верующие с библейской точки зрения, вот, в пророческой перспективе. Я приглашаю всех к дискуссии, подумайте, посмотрите на это, хотите, освежите свою память, почитайте исторические какие-то моменты. Все это было. Вот первый круг сто лет назад он прошел по своей чередой. Неужели мы вступили вот опять в этот же круг, и история человечества повторяется, только акторы немножко другие, хотя, похоже, что одни и те же. Что нам делать, как верующим, чтобы вот следующий шаг, революционный шаг, он не совершился или совершился в нашей стране, мы не знаем. Бог позволяет истории совершаться руками человеческими. Люди сами избрали этот свой путь, у нас свободная воля. Вот, и что потом ждет нас, голод какой, по всему лицу земли или только вот каких-то Евразии коснется, мы не знаем, где как раз самое большое, самый большой процент населения земли живет, вот, на нашем континенте под названием Евразия. Вот, что будет дальше? Я приглашаю к вас к размышлению над этим. Вот, возьмите Слово Божие, почитайте. Я вот еще раз перечитываю, взял Библию сейчас, да, перечитываю Евангелие от Матфея 24. Кстати, история повторяется во всех трех Евангелиях, немножко другие кроссовки. Христос говорит о последних временах, что будет, как будет. Ну и, конечно, книгу Откровения, посмотрите. Я несколько лет назад прям целый цикл брал, главу за главой разбирал на воскресных богослужениях, мы шли по книге Откровения. Нам вроде все понятно, а все непонятно. Она пророческая книга, она не привязана к определенному времени, а с другой стороны, она привязана к каким-то временам, которые мы должны понимать, думать и размышлять над ними. Вот, давайте попробуем, поразмышляем над этим, пишите ваши комментарии, пишите ваши мысли. Может быть, есть какие-то пророчества, о которых мы не знаем, которые были высказаны, кроме Хадсона Тейлора, кроме Муди пророчества, кроме и были еще какие-то несколько пророчеств о России и вообще о бывшем Советском Союзе. Может быть, какие-то пророчества есть как раз и о Евразии. Может быть, вы что-то слышали на Востоке, какие-то пророчества у них, потому что не все завязано на нас. Может быть, европейские какие-то есть свои взгляды на эту же тематику. Вот в Европе, возможно, свои взгляды, не как у нас, что-то по-другому. Вот, поэтому давайте думать, давайте размышлять, давайте смотреть. Подписывайтесь на канал, я завершаю. Вот, ставьте лайки, распространяйте видео. И, конечно, распространите в своих церквях, просто поделитесь по своим контактам, по своим друзьям, по своим знакомым, чтобы тоже могли присоединиться и поразмышлять с нами вместе. Вот, это не касается не только пастыря там или епископа, это касается всех нас, верующих людей. Это касается той земли, на которой мы живем. Неважно, где вы живете, в России, в Украине, Белоруссии, в США, в Канаде. Нас смотрит из всех стран мира сегодня. Мы наблюдаем, осмотрим эту аналитику. Спасибо большое всем и благослови вас всех, Господь. Аминь.